Американские эксперты прибыли в Донецк в рамках проекта под названием «Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность». Проект предусматривает активное сотрудничество агентства с органами власти, местными предприятиями и потенциальными инвесторами в различных сферах – от экономики и науки до туризма. Но компонент проекта, который непосредственно обсуждался на встрече с донецкими властями, это государственные закупки в Украине. Совершенствовать систему госзакупок в Украине будут по определенному плану. Именно для его разработки и прибыли эксперты. Причем опыт местного самоуправления изучается сразу в нескольких городах-миллионниках. Судя по нашему опыту работы в других странах, именно на уровне муниципальной власти наиболее остро ощущается как положительное, так и негативное влияние работы системы госзакупок. Эксперты уверены, что для эффективной работы системы госзакупок в будущем в ней должны отображаться нужды городских органов власти. На данном этапе развития украинская система государственных закупок, по мнению американских экспертов, страдает недостатком системности. Сейчас в Украине, как и во многих других странах, основные усилия направлены, с одной стороны, на развитие законодательства, а с другой – на развитие системы санкций за его нарушения, а другие элементы системы недостаточно развиты. Это создает дисбаланс в развитии системы, и, по мнению экспертов, Украине необходимо разработать нормативную базу, которая поможет в реализации закона о госзакупках. Еще один важный момент – госзакупками в Украине занимаются скорее по совместительству, после основной работы, а стоило бы создать профессиональные центры, которые бы занимались этим вопросом. По мнению городского головы Александра Лукьянченко, в вопросах госзакупок между государством и местной властью существует огромная стена недоверия и преград, которые связаны с несовершенством законодательной базы. Часто преграды создаются необходимостью проведения тендера на госзакупку, а это не всегда целесообразно, отметил городской голова. Когда мы закупаем для бюджетных организаций услуги по теплоснабжению, мы знаем, что у нас есть одна городская теплосеть, и какой там тендер нужно проводить, это просто крючкотворство, с чистой воды. Дальше, есть одна водоснабжающая компания, и какой может быть тендер, если одна компания, больше другой компании нет. Та же ситуация и с закупкой электроэнергии, отметил мэр. Энергоснабжающая компания в городе всего одна, и к тому же цены на электроэнергию устанавливаются национальной комиссией по регулированию электроэнергетики, и никто не имеет права их менять. Для чего же тогда тендер? Также мэр рассказал о том, что городские власти полгода пытались провести тендер на закупку трамваев, однако сделать этого так и не удалось. Помешали изъяны в законодательстве. Почему финансовые ресурсы территориальной громады, за которую несет ответственность областной совет, депутаты городского совета, городской голова, почему я должен проводить тендер через тендерный комитет и утверждать свои деньги, утверждать в Киеве, искать арбитров каких-то и так далее? Городской голова выразил уверенность, что эксперты смогут правильно расставить акценты в своей работе и помогут Украине избавиться от подобных проблем. Екатерина Павлова, Василий Дмитриев, Первый муниципальный.